мне кстати нравится что игра называется вампыр а не вампир так skyrim поставим эту категорию на эту категорию больше людей приходит нежели чем на эндеровскую и проверяем кто у нас спит кто не спит все спят правильно делают блин запускаем эндро и идем читать книжки надо будет только еще вначале распродаться потому что мы очень много всего насобирали так плюс мне по идее надо поправить то как игра на экране захватывается потому что вампира я в окне запускал подогнать под экран готова все возвращаемся обратно и идем навстречу подвигам спокойные моменты на стримах удовлетворяет на самом деле только у меня почему-то это мышь странно работает в том плане что курсор мешает придется игру перезапускать придется перезапустить игру но не страшно я думаю мы переживем этот момент запускаем еще раз их практически 6 утра обалдеть как я буду целый день сегодня проводить я не знаю если честно но надо либо поспать чуть-чуть либо не спать вообще не спать вообще звучит максимально отстойно поспать чуть-чуть вот это звучит более приемлемо я считаю ну ладно разберусь тоже пошлите по торговцам у алхимика мы ничего интересного продать не сможем из того что мы нас собрали давайте к огнесверку так же меня раздражает эта женщина но я уже спокойнее нежели чем вечером поэтому просто спокойно распродаемся так книги заклинания мне душ я оставлю что ты продаешь мне нужны заклинания электричество потому что то место в котором я оказался она прям какой-то лютое там противники не хотят особо умирать от того что я могу им показать но у тебя ничего и нет особо хотя есть плывающие искры том 5 ранг 5 точнее это я возьму это мне поможет я думаю цепную молнию еще можно попробовать на них не пожалуй не будем пожалуй не будем так это мне все не нужно элементализм эксперт одну книжку по моему надо докупить лишнее получается но тогда читаем мастера забирай экспертом продай мне мастера они дорогие жизнь давайте мы пять книжек купим все-таки хоть один-то навык мы должны же докачать до сотки так теперь давайте разбираться что на мне есть куча оружие которое еще нужно продать где там книжки элементализм мастерство качаем продолжаем продавать она просто не скупает такого рода снаряжение которое у меня есть я понял хорошо пошли тогда к другому торговц мужик у тебя здесь столпа огня посреди комнаты ты в курсе вообще я думаю так и задумано под торгуемся странные люди здесь все живут так боевой молот праведного истощения продаем кинжал звездников огненной ярости продаем меч праведного пути продаем серебряный стальной великий меч продаем тихий шаг и щейки вроде у меня такое уже есть этернский щит сопротивления забирай ты риск и щит защиты от магии забирай не так уж и много как мы кстати денег подняли со всего этого я думаю больше будет обидненько обидненько так давай тебя я возьму книжки ученика и адепта тяжелой брони да еще много книжек на тяжелую броню мне понадобится но ладно почему тут огонь бывает таким странным образом а это из меня прошу прощения тогда я не специально что ж комплект скрага блокируйте щитом на 11 больше урона так и одноручно мороженое снуде так но это мне не понадобится это все таки не по моей специальности поэтому мы перейдем на наш шлем вот это конечно прикольный комплект но он не полный поэтому мы вернемся к сожалению на кирасу звездника тоже а тот положим в сундук лучше ходить в полном комплекте и выглядеть цельно нежели чем стремится в нелепой погоне за статами куда-то в непонятно куда да да философия не мой конек вообще не мой пришли домой скидываем броню тихий шаг и щеки получается можно продать будет хорошо так камни душ скидываем сюда раз два три четыре пять плюс надо положить рецепт в книгу также скинуть все ингредиенты для крафта пусть это только торевая руда но тем не менее еще и детали четыре штучки так скинули теперь теперь надо скинуть черепа в спальне готово ну в принципе все получается давайте вызовем наш сундук а мы с сундука можем достать всякое кстати точно вот это вот это вот это вот это а внутрь закинем пару книг по тяжелой броне и по зачарованию сами же прочтем элементализм мастер спрыгиваем вниз открываем сундук с броней закидываем сюда вот это вот это вот это ничего не повторяется нет замечательно что же садимся достаем нужную нам книжку и начинаем читать давайте наверно даже сменю сам свое положение одну секунду ударился чтобы удобнее было и мне и вам я обещаю себе что я таким образом меня положение один раз за всю свою стримерскую карьеру и больше это никогда делать не буду потому что это дорога в никуда я считаю итак я остановился на мгновение и вытер пот со лба после того как я спустился с утеса туманного я пошел по тропинке вдоль берега теперь я был на границе со сердцем земли арк находился примерно в 11 днях ходьбы но я собирался использовать последние медики чтобы заплатить за перелет в столицу на мираде заросшие тропинки энральских лесов таили в себе слишком много опасностей сейчас я двигался по частично вымощенной дороге меж ярких лугов отовсюду раздавались пение птиц а солнце пропекало сзади мою шею ты безумец джаэль просто безумец подумал я оглянувшись конечно ведь то что я сделал противоречило всему чему учили меня священные стихи еще каких-то 7 лун назад я сопровождал небольшую группу мальчишек и девчонок во время их посвящения я помню как смышленая рыжая девочка аэтерна заговорила со мной на одном из подготовительных уроков у нее были прекрасные прямые волосы столь характерны для остроухой расы что если я не хочу становиться швеей спросила она у меня после того как я объяснил детям всю важность предстоящей церемонии ожидающей их на будущее именины как твое имя девочка ответил я улыбаясь решительность не покинула ее взгляда селена отец меня зовут селена селена очень хорошо позволь мне загадать тебе маленькую загадку хотя нет я загадаю ее вам всем она насупила брови и бросила на меня скептический взгляд присущий скорее взрослой женщине нежели чем девочки представьте себя смелыми исследователями ваша праведная миссия лично доверенная вам священным лидером ордена открыть новую землю далеко за островами скарак так же как некогда первопроходцы открыли эндрол беспомощные или скучающие взгляды детей наполнились любопытством только селена по-прежнему смотрел на меня упрямо и скептически однако сказал я поднимая указательный палец с вами случается великое несчастье я выдержал значительную паузу буря преодолев только половину пути ваш корабль пал жертвой сильного шторма к счастью никто не пострадал но вы оказались на диком пустынном острове вокруг вас нет ничего кроме зарослей холодного песка и обломков все кроме селена погрузились в мой рассказ с головой вы знаете что если хотите выжить то нужно действовать немедля ибо не только пронизывающий холод и голод могут привести вас гибели вы слышите угрожающий рык вдалеке звук который может издавать лишь дикий ватир когда я упомянул это омерзительное козлоподобное создание которое обычно обитает в темных и влажных пещерах некоторые дети высказали отвращение итак вы начинаете собирать дрова и строить лагерь но вскоре становится ясно что некоторые из вас подходят для выполнения определенных задач лучше чем другие ралов например может унести вдвое больше дров чем селена потому что он сильный ты гилма одаренная лучница потому что твой отец с детства разрешал тебе тренироваться на соломенных манекенах в здании стражи так кто же должен нести первую вахту а кто идти по дрова все дети согласились что ралов должен идти по дрова а гилма охранять лагерь игра продолжалась пока всем первооткрывателям не были розданы задания согласно их физическим и умственным качествам что ж но тут происходит нечто неприятное ралов решает что его используют и не хочет больше собирать дрова упомянутый мальчик бросил на меня возмущенный взгляд но я движением руки успокоил его конечно он ведет себя так только в моей истории ни за что на свете он больше не хочет собирать хворост он говорит что хочет нести дозор вместе с гилмой хотя всем вам известно что ралов не смог бы напасть попасть из лука даже в слепого и парализованного тролля а теперь мой вопрос к вам что было бы лучше для всех вас если бы ралов образумился и вернулся к работе или же встал на стражу тогда как гилма собирал бы хворост дети единогласно выбрали первый вариант очень хорошо только так вы смогли бы противостоять ватиром голоду и холоду на суровом острове пока не подошел бы корабль и не отвез вас обратно в эндрол это суть того чему нас учит священное описание единство и сила могут возникнуть лишь в том обществе которое служит благу всех они отдельных личностей сам мальфос назначает нам благословленные задачи ибо кто еще может знать наши сильные и слабые стороны лучше того кто дает нашим матерям дар плодородия каждую луну с довольной улыбкой я устремил взгляд на девочку изначально задавшую вопрос это дорогая селена и был ответ на твой вопрос даже если у тебя есть сомнения по поводу пути которой мальфоса вскоре изберет для тебя победи их как ты побеждаешь болезнь ибо лишь люди единое тело и духом смогут существовать вечно ответом детей была полная тишина вот наполненная восторженностью селена однако не потеряла своего скептического взгляда после того как я рассказал историю вдохновленную первым стихом пути путь перевели я сам в него хоть когда-нибудь я не знал о нем рассказывала мне мать полея в него я обязан был верить если даже я образованный человек с доступом к обширным знаниям оказался способен обнаружить свои истлевшие воспоминания о детстве лишь после видения что говорить о других людях неужели все они живут лживой жизнью а если пронеслось у меня в голове путь лишь обман что же что же ведет нас подобные еретические мысли занимали меня до заката только после того как солнце почти полностью исчезла за горизонтом я снова обнаружил признаки человеческой жизни на своем пути как и четыре дня назад я брел сквозь сосны и кипар кипариса не находя ни единой души но теперь передо мной расстилалась огромное пшеничное поле и в его центре подобной башне возвышалась ветряная мельница ее колесо медленно вращалась на вечернем ветру а воздух был наполнен запахами пыльной земли мха и свежесрезанной травы незамысловатая красота этого зрелища на мгновение заставила меня на мгновение позабыть о боли в ногах и тупом ощущении в животе люди несмотря на усталость я ускорился и вскоре добрался до мощенной дороги петляющий среди заросших пшеницей холмов через некоторое время я нашел то что искал приют ночь уже вступила в свои права и оранжевый свет лился из окон старой портреты плечом крестьянской хижины обещая защиту и отдых улыбка осветила мое лицо и я незаметно для себя вздохнул с облегчением последние ночи я отдыхал в небольших пещерах которые пришлись не по нраву моей привыкшей к мягкой кровати спине горячая еда вдруг мимо меня голубом пронеслись две лошади я инстинктивно отскочил в сторону едва миновав столкновение с одной из них я издал испуганный крик и столкнулся а и споткнулся пытаясь удержать равновесие с гуки с глухим стуком я приземлился в пыль какого черта я негодующий посмотрел на своих сай на двоих всадников остановившихся передо мной они оба были очень высоки и носили кожаные одежды как у охотников врана мастих коней выдавала дорогую породу я сердито наблюдал как они спешиваются бросают меня к тощему пареньку который должен должен быть был конюша и исчезает в таверне даже тогда я ненавидел самодовольных и неотесанных людей эти два обормота вообще осознали что чуть не переехали меня скорее всего нет а если и осознали то даже не стали бы на меня смотреть мои губы сжались в тонкую линию проклятые недоумки но мой разум был слишком измучен чтобы продолжать в том же духе так что я покорно пожал плечами подобрал земли свои вещи и двинулся к хижине опьяняющий запах свежевыпеченного хлеба наполнил воздух и мой гнев улетучился напоследок я взглянул на вывеску болтавшуюся на ветру красный бык здесь я собирался провести свою первую ночь в цивилизованной новой жизни когда я вошел в таверну я услышал приятный гол голосов стук кубков и потрескивание огня холод тут же отступил во рту начала собираться слюна за время своего долгого перехода я съел лишь пару кусочков хлеба и несколько пучков шепчущей травы так что я был голоден таверна была заполнена что объясняла пустые улицы я решил что она наверное представляла собой что-то вроде места встречи для местных фермеров помещение тут было примерно человек на 30 и почти все стулья табуреты и скамьи были заняты комнату освещали факелы отбрасывающие танцующие тени гостей на стены я принялся рассматривать посетителей рядом со входом уставшего вида человек увлеченно изучал желтую книжку с картинками под названием веселые аэтернские девицы вызывающие изображения на ее страницах явно были нарисованы не только для этнологов бородатый бард настраивал свою людину на непредставительно маленьком помосте он наверное готовился исполнить свою следующую песню которая неизбежно утонет в окружающем шуме прямо напротив меня сидел завидно привлекательный хорошо одетый мужчина разговаривающий женщиной чье лицо демонстр демонстрировала полнейшая преданность я решил что ему 35 зим отроду его волосы были черны как смоль черты лица мужественные но изящные а на щеках красовалась трехдневная щетина мои губы невольно искривились наверняка это один из этих щеголей в из верхней части города один из тех кто трахает все вокруг и растрачивает свое наследство когда я закончил свою мысль щеголь обратил внимание на мой пристальный взгляд мгновение он смотрел на меня сияющими глазами затем улыбнулся одновременно притягательно и самовлюбленно затем он вновь повернулся к своей воздыхательнице остальные гости были путешественниками или фермерами всех мастей мужчины и женщины старые и молодые высокие и низкие я почувствовал себя неуместным как северянин на керанийском базаре мне было странно и неловко среди этих грубых людей которым я не принадлежал я поспешно подошел к стойке располагавшийся под более низкой частью потолка а за которой выстроились в ряд разные бочки и бутылки только я собрался открыть рот как заметил две нескладные фигуры на высоких стульях эти два урода теперь у меня было время рассмотреть их один из них носил густую бороду и две странных серьги которые придавали ему сходство с пиратом его приятель был гладко выбрит но его подбородок явно был способен разрушать стены выстроенные из хладовейного камня на секунду мне страшно захотелось схватить крошку стоящую напротив меня и выплеснуть пиво им в лицо однако эта идея тут же испарилась когда эти двое заметили меня я невольно склонил голову когда они одарили меня довольным взглядом а затем снова вернулись к своему жаркому они даже не узнали меня легким кивком головы я подзвал к себе девушку которая протирала кружки за стойкой она подошла ближе оценила меня а затем посмотрела на меня удивленно матриц чего желаете спросила она грубым голосом хоть хотя бы у нее хотела вежести обращаться ко мне как городскому жителю я попытался скрыть свое внутреннее смятение стакан козьего молока пожалуйста так дайте на секундочку пролистая вперед чтобы понять как много мне еще читать читать еще очень много ну что ж я сам вызвался этим заниматься поэтому давайте я старался звучать по-мужески уверенно но мой голос который я не использовал в течение четырех дней был больше похож на жалкое карканье даже если бы я попросил себе парочку бриллиантов золотой королевы это не вызвало бы такой бурной реакции в то время как трактирующийся только улыбнулась и кочнула головой выражая понимание два недоумка сидящие рядом со мной разразились холхотом козье молоко заливался один из них хлопая товарища по плечу он хочет стакан козьего молока я уставился на здоровяка со смесью раздражения и вызова наверное я мог бы избежать дальнейших событий если бы тогда не ответил ряд остроумных ответов пронеслись у меня в голове на тот но тот что я выдал в итоге с хрестив руки на риге оказался наиболее никченном да козье молоко сказал недрожащим голосом тебе что-то не нравится это принесло еще больше удовольствия дум недоумкам на этот раз их хохот был настолько громким что даже бородатый бард прекратил играть на своей лютни и как и многие другие обратил свой обиженный но заинтересованный взгляд в сторону стойки после того как приятели вдовольно смеялись постукивая друг друга по плечам знак одобрения пират обратился ко мне да нет что ты матриц сказал он скорчив сочувствующую мину просто сожалению в таверне не осталось козьего молока он умолк на мгновение ухмыляясь может тебе стоит сходить за этим к шлюхам в купальню арка к шлюхам в купальню арка на этот раз они чуть не лопнули от смеха я почувствовал как меня охватывает лютая злоба никогда еще с тех пор как я стал жрецом мне не приходилось сталкиваться с таким него же неуважение никогда обязательно загляну когда следующий раз буду навещать вас в обезьяннике я застыл дерзкий ответ слетел с языка раньше чем я успел подумать я почувствовал что веселая атмосфера вокруг этих двух гребьянов улетучилась уголком глаз я увидел что почти половина гостей с опаской следит за развитием событий ты проклятый критин проклятый тупой осел на мгновение глаза пирата его приятеля сузились затем краски гнева на их лицах сменились мертвенной бледностью так так в голосе пирата слышалось неприкрытая злоба это ты у нас значит крутой парень я хотел отступить назад но пират крепко схватил меня за запястье своей сильной рукой его хватка была жесткой и сильной а пальцы грубыми и мозолистыми я ощутил как холодный пот струится по моему телу этот человек был недалеким но опасным я вяло попытался вырваться на мои жалкие потоки даже не к никто не заметил я я прошу прощения выдавил я заикаюсь не успел я это произнести как здоровяк зажал ладони мне рот он многозначительно взглянул на приятеля который расплылся в улыбке мне нравится храбрецы но ты выглядишь уставшим с долгой дороги я увидел как один толкнул что-то другому по стойке так как насчет немного освежиться произнеся последнее слово он убрал руку от моего лица быстро схватил миску и вылил ее содержимое мне на голову это было жаркое и еще несколько минут назад она ошпарила бы мне кожу тем не менее я был покрыт горячей липкой жижей я был в шоке и хватало ртом воздух так что часть жидкости попала мне в дыхательное горло я согнулся задыхаясь и кашля мясной бульон капал с моих волос часть его попала за воротник и теперь стыкала по спине вокруг бушевал дикий хохот я был уверен что больше всего веселились пират с приятелем однако теперь смеялись некоторые из тех кто ранее лишь наблюдал за сценой у меня свело живота чувство стыда охватившего меня вот он я жалко отплевывающие посмеши посмешище в одно мгновение мне захотелось вскочить и в пиццу пирата в горы но мой разум сразу же подавил это желание я был жестоко унижен но мне не хотелось сводить счеты с жизнью так что я попытался спокойно и уверенно распрямиться и стряхнуть остатки пищи со своей одежды мое безразличие и спокойствие должны были послужить достаточным уроком этим двум головорезом я собрал всю свою волю жреца в кулак и обернулся они смотрели на меня весело и вызывающе им только на руку если я буду продолжать разаться подумал я или провоцировать их у меня не было ни единого шанса против них в бою это было ясно как день да и вообще мои знания о кулачном бою находились на уровне знаний тролля об уходе за волосами просто уходи джель уходи и приглоти свою проклятую горлость я взглянул на публику многие гости вернулись к своей еде и беседам лишь несколько из них продолжали наблюдать за происходящим среди которых было тот черноволос и щеголь кажется никому и в голову не пришло обсуждать поведение этих двух мужчин и осуждать его внезапно я осознал что защищала меня от подобного всю мою жизнь мое одеяние жреца оно было единственной причиной по которой другие мальчики прекратили подначивать меня после посвящения и вероятно по этой же причине другие набожно склоняли передо мной голову или хотя бы не имели наглости выливать мне на голову жаркое когда я входил в таверну ты никто джель без своего одеяния жреца ты просто обычный парень не худой и не толстый не старый и не молодой не уродливый и не красивый незначительный на мгновение мне захотелось вытащить брошь жреца которая мне не хватило духу выложить из своей сумки о как бы они тогда посмотрели на меня эти столовые они бы тут же начали читать молитвы пути глядя на меня испуганными глазами и моля о прощении они бы зауважали меня точнее то что ты символизируешь да они склонили бы голову в знак почтения потому что они боятся могущества священного ордена конечно так и было бы пренебрежительное отношение к жрецу пути считалось тяжким преступлением и лишь дурак бы рискнул понести за такое наказание нет раскрыть себя так как жреца означало бы не только положиться на власть других но еще вернуться к своей лживой жизни я почувствовал как мой желудок предупреждающий сжимается мне придется смириться так что я сделал глубокий вдох и проглотил свой пылающий стыд не обращая внимание на издевательские взгляды пиратов я сделал тропирующийся знак что хочу остановиться на ночь мне больше не хотелось есть в особенности перед теми кто только что был свидетелем моего унижения трактировщица сочувственно кивнула и попросила старика который тихо сидел у стойки и непроницаемо на меня смотрел показать мне комнату я последовал за ним в тишине только перед дверью в комнату я ощутил как ехидство этих скотин впивавшиеся в мою спину словно меч начало отступать я дал старику пять медиков и он протянул мне ключ горячую свечу и тряпку чтобы отмыться что наверное было жестом благосклонности но лишь усилила мой стыд я тихо повернулся вошел в комнату и закрыл за собой дверь тут же гнев накрыл меня с головой не замечая кровати я подошел к окну и уставился на дождь я издал приглушенный крик закрыл глаза и впился руками в подоконник вот черный страж как же я был зол конечно разумная часть меня утверждала что я еще легко отделался других тавернах люди выходят из драки со сломанной рукой или с чем-то похуже и все же я не мог просто предать случившиеся и забыть о нем неужели у этих людей нет никакого уважения подобный сброд заслужил заслуживало только повешивание или свежевание как бандиты и мародеры и лучше всего прилюдно мою челюсть его я заметил как ощущение в животе начала изменяться тупое чувство неуверенности сменила всплывающей яростью совмещенность железной решимостью я не начну свою новую жизнь с унижения я снова открыл глаза и посмотрел на свечу которая дал мне трактирщик пламя шевелилось и потрескило и странным образом это укрепляло мою решимость я хотел преподать этим двум обормотом урок даже если это будет стоять мне жизни но как что я могу делать кроме как проповедовать читать книги и смешивать травы я замер точно теперь я был почти благодарен что эти два неотесанных чурбанов встретились мне на пути прямо здесь и прямо сейчас злобная усмешка развела на моих губах и я устремил свой взгляд обратно в окно на мгновение я изумился отражению которая смотрела на меня из стекла его бледно-голубые глаза горели ледяным огнем для него это было столь же не характерно как свет солнца в осенних сумерках этот человек больше не был жалким жрецом который еще неделю назад благословлял прачек да он изучал что это вроде силы решительности огня донья привет мистер донья либо миссис донья я не знаю точно мальчик ты или девочка добро пожаловать на мой утренний уже стрим я тут потихонечку сижу потихонечку читаю поэтому если у не посидеть послушать оставайся экшон будет на следующих стримах потому что я не сплю уже довольно продолжительное время и не особо отвечаю за свою адекватность потому что но у меня уже путаются мысли путаются язык путается язык заплетается на вот а так как книжек про мясника из арка очень много то я просто занят тем что читаю эти томики вот и я наконец-то прочитал 3 можно какое счастье на стек другую книжку почитаем и но какую какую именно ну мясник из арка 4 том наверное будет слишком мощно надо что-то покороче что-то намного более короткая стоп я же про светопыль читал по моему меня же должно уже быть светопыль и светопыль нет не прочитано странно ну давайте светопыль и следа использования и угрозы прочитаем всего лишь но это даже читать не стоит она сразу на полку кидаем слишком короткая из я все-таки читал хорошо что теперь дайте про дисциплина наверно дисциплина магия псионика псионика предмет школы колдовства умелые псионики манипулируют мыслями и чувствами других людей механика в то время как школа ментализма достойно достойный аналог псионики или элементализма концентрируются на изменении физического мира псионики напрямую вмешиваются в разум при этом они заставляют глаза своих жертв наблюдать различные сценарии в качестве истины для того чтобы влиять на их психическое состояние после сотворения заклинания жертва уже не может различать реальный и вымышленный мир следовательно человеком можно управлять как марионеткой дадим ощутимый пример если псионик стоит перед тремя наемниками которые урожают ему псионик способен сделать так чтобы один из них считал своих братьев по оружию чудовищами тогда при успешном заклинании наемник обратиться против своих товарищей другое очень опасное умение в дисциплине псионики способность сделать себя невидимым в сознании своих врагов используя вышеупомянутый принцип психических манипуляций псионик попросту заставляет глаза своих врагов видеть реальность в которой его там нет репутация подобно энтропии которая также является частью школа колдовства псионика одна из самых известных магических дисциплин использование которой является наказуемым нарушением в цивилизованном мире из-за присущих ей опасности причина должна быть очевидно обширное количество известных деятелей и правителей которые пали жертвы псионической магии и совершили преступления на хоть находясь под чарами ну псионика здесь какая-то не особо интересно если честно прям качать и вообще не охотой заклинание интересных я не встретил пока что там так уж щекунь книжку прочитать или закончить уже стрим на сегодня на этом а то все-таки 6 утра давайте забудшего разбойника почитаем лучше когда он открыл глаза глядя в темноту его нос почувствовал смрад гниения и зловония все его тело дрожало что это за место он вспомнил последнюю повозка простой набег ничего сложного убить торговцев и оставить их гнить на земле только в этот раз что-то пошло не так только после того как первая стрела покинул лук он заметил символы на темно-синем плаще кучера карета глаз и меч символ ордена все произошло за несколько секунд он хотел крикнуть и предупредить своих товарищей атаковавших повозку с оружием в руках но было слишком поздно он почувствовал что темные глаза хранителя смотрят на него и увидел в них выражение глубочайшего сожаления потом его захватила потусторонняя сила и швырнула на чистоку укрепленный заостренными деревянными балками и прежде чем он закрыл глаза он осознал что его жизнь беспутного прошла напрасно он ощущал темноту своими все еще болящими руками это просто воображение или зловоние смерти идет от него самого его руки наткнулись на что-то твердое холодный безжалостный камень он отодвинул тяжелую крышку гроба своей мрачной могилы и сил все его мышцы болели глаза казалось наполнены жидким огнем и все вокруг почему-то потеряла свои цвета он находился в пещере с каменного потолка медленно капала вода секунда за секундой как будто она хотела своим звуком растянуть время до вечности он выбрался из гроба и стал искать выход любые проблески света и наконец обнаружил маленький пролом в потолке пещеры из которой слабый желтоватый луч падал на маленькое заросшее озеро вода все его тело требовало воды шаг за шагом он шел в направлении света в направлении прохлада многообещающего блаженства отдыха его глаза сосредоточенно глядели только вперед он не понимал что делит это место с другими с большим усилием ему удалось подвести свое тело к подземному озеру и он устало опустился на колени наконец-то вода он сложил обе руки в виде чаши не обращая внимания на засохшую кровь на дорогих перчатках из темного волка который он когда-то давно украл у безоружного купца из нырипа слабое удовольствие пробежало по его телу когда прохладная вода текла вниз по его жаждущей душе он отдохнет еще часа два и затем попытается найти выход из этой пещеры он даже улыбнулся думая об удаче которое должно быть защитила его от магии хранителя лишь несколько бандитов могли похвастаться противостоянием без подготовки воину ордена как он он найдет этого ботирова сына и пробьет своим мечом группе хранителя как тот заслужил да примерно так и будет так давайте мне посмотреть сколько там осталось читать всего лишь чуть-чуть тут он заметил что жидкость вытекала из его горло он обнаружил темную фигуру сидящую за ним чья тень отбрасывала искаженный ужасающий силуэт он схватился за горло вода та же холодная вода которую он только что зачерпнул из озера вытекала из его пасти в панике он ощупал шею перчаткой только сейчас он заметил кол который торчал из города и так сильно мешал движение его одежда была разорвана и перемазана кровью он вытащил кровь он вытащил укол и поток крови сразу же смешался с серыми безжалостными водами озера отказавшимися дать свежесть его телу только сейчас он посмотрел на свое отражение в воде его отражение он был симпатичным мужчиной с длинными волосами и бородой но то что он увидел воды в воде было обезображенным лицом без носа носа перемазанная кровью с гнойными ранами на высокому лбу ничего человеческого полный страха он обернулся это была не просто пещера это была гробница его гробница довольно много согненных фигур облуждали по пещере некоторые тихо сидели на своих гробах некоторые лупили в большой стальной двери братской могилы изъедаемое безумие потом он понял что умер в тот день но он был преступником он был беспутным и ему было отказано в последнем путешествии он погребен только чтобы возродиться как живой труп его душа и тело медленно распадались ища пока покой от которого он отказался при жизни суровая книжка суровая не хотел бы я оказаться в такой ситуации если честно так ладно у меня уже голос совсем пропадает поэтому давайте мы в игре тоже пойдем спать и в реале жизни тоже пойдем спать потому что все таки я сегодня ну два стрима провел один вечером один ночью а у меня голосовые связки не настолько сильно прокачены к сожалению я уже чувствую как у меня голос звучит не так как обычно он у меня более такой приглушенный знать как будто покрытый большим слоем пыли да и к тому же 6 утра все таки все спят в это время воскресенье поэтому да спите дальше дорогие зрители а ты че не спишь ты ты че не спишь братан какое-то время а ты тусуешься тут как так че уснуть не можешь или в чем проблема мандалорца смотрел под мой стрим что ли ты что дурной кто так делает но да я тоже мандалорца посмотрел последнюю серию мне прям очень зашло очень классная серия прям 10 из 10 скорее бы новая серия вышел я прям жду с большим нетерпением очень уж у них хорошо получается как ты знаешь заставить человека поверить в сказку это ли невосхитительно блин ну раз вы не спите то я даже не знаю что делать вот кстати музон кайфовый ты мне хорошо напомнил я хотел саундтрек вампира себе раздобытенно послушать вампир так русификатор м саундтрек потому что он там такой мощный в принципе и заслуживающий более подробного знакомства так саундтрек я нашел замечательно но заценю и естественно его попозже вне стрима блин а как же тот фильм то назывался у карпентера про охотников на вампиров правосос по моему карпентер джон не вампира так и назывался 1998 года фильм прикольный советую посмотреть быть на карпентер еще живой кстати оказывается вот же пожилой мужчина настойчивый ладно я сомневаюсь что кто-то из вас захочет о чем-то сейчас общаться потому что чат молчит никого нет все таки но как бы есть на все молчат все заняты своим делом поэтому я откланиваюсь и желаю всем удачного воскресенья всем пока